Продолжение следует... Почвенный гербицид мы применяем пропонит 1,5 литра плюс 0,5 литра аксифора. Норма высева подсолнечника мы высеваем 65 тысяч. Каждый год, ну раз, два-три года мы проверяем норму высева и останавливаемся на ней. Вот в прошлом году мы проводили, у нас получилась самая максимальная выраженность при данной норме высева подсолнечника. В фазу трех-шести пар листьев мы работаем лигногуматами. Сухой лигногумат это полкилограмма на гектаре. Рабочий раствор 150 до 200 литров. Значит, два года мы начали работать по технологии машинкома. Значит, в одном хозяйстве, это у нас точное, получили хороший результат от 2 до 4 центов. Сейчас мы пробуем, ну, половину площадь будем работать по технологии машинкома. 17 лет мы закладываем демпосевы пропашных культур. Сеем от 40 до 60 гибридов подсолнечника и сеяли также от 30 до 40 гибридов кукурузы. Ну, на протяжении трех лет мы кукурузой не занимаемся, поэтому мы как бы прекратили высевать гибриды кукурузы. Значит, по демпосевам у нас принцип такой. Гибриды, которые занимают первую пятерочку, мы начинаем высевать их в производственных посевах. То есть, берем на небольшую площадь 20-30 гектаров. Если они подтверждают свой результат, мы их пускаем в массовое производство. Значит, у нас есть одно хозяйство в Константиновском районе, Сточное, в котором мы пришли в 2010 году. У них были большие проблемы с завозикой. И, естественно, мы 10 лет практически там ничего не сеяли. Вот, и с 2018 года на полях, в которых 10 лет не было подсолнечника, мы начали сеять подсолнечник. И там проводим демпосевы. То есть, все крупные фирмы, Сенгента, Пионер, Лимогрин, к нам стараются попасть. И мы проводим именно там, на высоком, будем говорить, в заразе-хомофоне, проверяем гибриды. Ну, у нас, как бы, смысл вот такой отбора, чтобы вы понимали. Ну, Сеемы, это прежде всего Сенгентские гибриды. Алькантара, Секупава, Селаскала, 55-80, Лимогреи. Значит, Пионеровские, ЛЕ-129, ЛЕ-125. Ну, и классика, это, конечно, жанр, это 66. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, то, что давай. Есть вопросы, Владимир Иванович? Коротко, но... Владимир Иванович, вот здесь говорили, и Виктор Викторович сказал, что ранний Сев. А я знаю, что в некоторых хозяйствах, вот, в частности, год назад, когда мы проводили такую вот встречу на Интерограмаше из Мясниковского района, где высокий урожай подсолнечника, они, наоборот, позже стараются сеять, там, в мае, там, после даже середины мая, и говорят, что так лучше. Вы чего придерживаете? У нас технология следующая. Мы смотрим по температуре почвы. Если среднесуточная температура почвы на глубине заделки 7 минут 10 градусов, то есть 5 сантиметров, мы приступаем к силу. Это разные, может быть, сроки начала. А может быть, 10 апреля, может быть, 17 апреля. Бывало, что мы начинали сеять с 1 апреля. Все зависит от температуры почвы. Вот наш подход. Ясно, ясно, ясно. Нет вопросов, Ванима? Благодарю за внимание. Спасибо.